Мы принялись за третью кампанию. Познакомились с замечательной девушкой, которую зовут Эмилия. Она маг и волшебник. У неё есть в подмастере, так скажем, генерал Тарш. Он гном, но всё равно высокий, превысокий. У нас самое начало. Герои на следующий уровень пройдут с 20 уровня. Я хотел бы двинуться на север, захватить, по крайней мере, каменную шахту. Но сейчас планировал провести этот день для того, чтобы восполнить запас маны в городе. Щеглы и лемминги сделали первичную разведку. Пособирали, соответственно, ресурсы. И, наверное, на этом всё. Тут уже не прискочить. Вот здесь, кажется, кто-то мог взять золото, но не доходит. Я и собираюсь. По пути можно косарик экспы взять. И вновь я отправляюсь на войну, но она обещает быть куда более тяжёлой, чем прошлая. Я хотела поставить во главе армии великого Арканума своего советника Тарха. В конце концов, он гораздо опытнее меня. Но когда я сказал ему об этом, он нахмурился. Я... Одно я знаю наверняка. Солдаты с большой готовностью погибнут за вождя, который находится среди них, чем за того, который остался позади. Сказал он. Эти слова произвели на меня глубокое впечатление. На меня, кстати, нет. Я не хотела, чтобы кто-нибудь погибал за меня, где бы я ни находилась. Нравилось ли мне это или нет, теперь я несла ответственность за великий Арканум и его народ. Я могла отказаться, когда меня провозгласили королевой, но мне не хватило смелости. А может быть, я втайне радовалась оказанному мне вниманию. Но какая девочка не радовалась бы этому? Действительно. Действительно. Очаровательная у нас, конечно, героиня главная. Очень хорошая. Давай-ка поможем Мелюзгой здесь. Тоже вернёмся сюда. С восточных границ продолжают поступать тревожные новости. У Салимра сильная армия, и она очень хорошо организована. Я слышал об этом, Салимрия, сказал мне сегодня утром Тарх. Надеюсь, он неважный полководец, ответила я. Тарх покачал головой. Как раз наоборот. Он отличный стратег и вдобавок к тому могущественный волшебник. Он ведь джинн, как тебе извин... А, Салмир, это тот, который из третьей части, который синенький. Я помню героя у меня в флешбеке. Только не Салимр, а Сали... Салимир? Или как его вызывали-то, а? Кто не вспомнит? Этот синий, у которого специализация то ли чайник... А, так и звали, да? Салмир? А, Салимр. Салмир, вот. Я чувствую, что что-то знакомое, но не так пишется. Синий. Синий с чайником. Что у него за специализация? Кто помнит? У Салмира. Почему Салимр, блин? Цепная. Во, от Чайн Лайтнинг. Все правильно. Криво перевели, просто в оригинале Салмир. Понятно. Как раз наоборот. Он отличный стратег и вдобавок могущественный волшебник. Он ведь джинн, как тебе известно. Сказал Тарх. Нет, я не знал об этом. Единственный раз, когда я его видел, он был попугаем. Думаю, это лишь одно из множества его обличий. Салмир служит бессмертному королю уже много столетий, с тех пор, как Магнус спас ему жизнь. Некоторые считают, что если бы не Салмир, Гевин Магнус давно бы уже потерял трон Бракады. Вот таков твой враг. Так, удастся ли нам победить его? Спросила я. Конечно. Рано или поздно все терпят поражение. Ответил Тарх. Довольно пессимистичный взгляд. Просто реалистичный. Значит, я тоже когда-нибудь потерплю поражение. Сообразительное наше, да? Рано или поздно. Моя работа сделать так, чтобы это случилось как можно позже. Это успокаивает. Ты знаешь, как нам справиться с Салмиром? Спросила я. Спросила я. Пока нет. Нормальный полководец. Будет думать, что же делать. Вы слышите крики где-то впереди. Вы ускорили шаг и вскоре повстречали группу фермеров, избиваемых отрядом минотавров. У фермеров не было ни единого шанса спастись, если бы вы не вмешались. И вы атаковали их. Мы атакуем. Атакуй, не атакуй. На, на. Хорошо. Слушайте, а яд как будто стакается. Там тики были по три. Только когда последний минотавр упал замертво, фермеры вышли из укрытия. Эти бедные люди были благодарны вам и преклонились перед вашим мужеством со слезами на глазах. Спасибо вам. Вы спасли наши жизни, сказали они. Что было нужно этим тварям от вас? Спросили вы. Мы просто бежали, сказал один из них. Фермеры объяснили, что они были рабами короля минотавров. У-у-у. И если кто-то из них пытался бежать, его немедленно убивали. Когда вы поинтересовались, где можно найти этого короля, они указали вам, как добраться до его земель через башни стражей с медузами. Дальше никто из них не забирался. Там томятся наши близкие и родные в ужасах рабства. Этим людям надо помочь. Во. Рано утром ко мне пришел интендант и пожаловался на нехватку фура... Фуража? Я не знаю, что такое фураж. Ну, видимо, провизия, продовольствие, но я не знаю такого слова. Затем начальник големов посетовал на то, что мы... Продовольствие. Корм для... А, корм для лошадей. Затем начальник големов посетовал на то, что мы маршируем слишком быстро. Вскоре после этого пришел командир полуросликов и заявил, что мы маршируем слишком медленно. Когда Тарх потребовал усиления стрельбой подготовки, я не выдержала. Меня это не интересует, закричала я на гномы. Ты, мой военный советник, Тарх, делай то, что считаешь нужным. Не обращайся ко мне с каждой мелкой проблемой. Я ушла, желая оставаться в одиночестве. Немедленно почувствовала раскаяние за свою неиздержанность. Я была королевой. Решать эти проблемы была моя обязанность. Впрочем, это не означало, что мне должно было быть... Это нравится, да. В одном словам мир прав. Смешно было надеяться на то, что дочь Стекладуа окажется хорошей королевой. Ничего, у нее все получится. Я беру мне. Ой, все, да. Не приставай ко мне со своими проблемами. Немного группы десятки-десятки. Мне кажется, мы не из дюжины. 70 халфингов. У меня полная мана, это хорошие новости. Да, умудряются справиться вообще без проблем. Представляете, за счет... За счет опять иллюзий. Пытаемся пробиться. А, вот это плохо. Ладно, здесь же восстановить попробуем его. Да, подошел рановато. Да, восстановили. Солингтон. Мы захватили новый город. А в нем... А в нем неплохо. А в нем уже отстроенные чародеи. Я, наверное, бахаю сразу магистрат. Чисто для денег. Собираем здесь золотишко. О! Застава. Вместо того, чтобы встретить короля Минотавра в бою, рискуя жизнями своих солдат, я послала маленький отряд, состоявший из полуросликов и гномов, проникнуть на территорию Минотавра. Кстати, так и происходит. У нас полурослики в разведке идут. И освободить крестьян. Тогда мне казалось это хорошей идеей. Ой! Я даже гордилась тем, что нашла возможность избежать большого кровопролития. Ведь именно так должна поступать настоящая королева. Не правда ли? Но сегодня утром мне сообщили, что мой спасательный отряд попал в плен и был казнен. «Двадцать жизней!» Такова цена моей ошибки. «Идея-то была хорошая!» Произнес Тарх, чтобы прервать тягостное молчание, воцарившееся в шатре. «Нет, идея была глупая!» Выпалила я. Я сорвала с головы корону, простой серебряный венчик, который я носила во время похода. «Что ж, теперь мы поднимем на короля Минотавра все наши силы!» Восликнул Тарх. «Нет!» Я встала, бросив корону к ногам гнома. «Я не сделаю этого!» «Этот фарс и так продолжался слишком долго!» «Найдите себе другую королеву!» «Я отказываюсь заниматься этим!» «О-о-о!» «Понеслось!» Я выбежала из шатра, не обращая внимания на протесты Тарха, и вскочила на лошадь. Я неслась прочь, желая только одного, навсегда оставить позади этот ужас, который я остановилась, чтобы дать лошади передохнуть на ветке одного из деревьев, стоящих поблизости, я заметила синего попугая. «Ха-ха!» «Нано!» «Я пришел позлорадствовать!» «А, нет!» «Пришел позлорадствовать, Салмир?» Спросила я. «Это тоже не мой стиль!» Отвечал попугай. «Я пришел, чтобы немного успокоить тебя!» «Очень мило с твоей стороны, теперь убирайся прочь!» «Клянусь тебе, Эмилия, я сам разберусь с королем Минотавров!» «Несчастные крестьяне не заслуживают таких страданий!» «Может быть, я твой враг, но я люблю справедливость!» «А Минотавр далек от этого!» Сказал Салмир. Попугай взмыл воздух и исчез в синеве неба. А я задумалась... А я задумалась о словах моего врага. Салмир был прав. Быть королевой не значит стоять во главе армии или одерживать победы над врагами. Быть королевой значит защищать тех, кто не в силах защитить себя сам. Это значит быть справедливой. Именно с этого все и началось. Может быть, Салмир действительно мог победить короля Минотавру со всех линий, но он был слишком далеко. Я была гораздо ближе. И поскольку я была королевой великого Арканума, это была моя обязанность, а не его. Надо девочку эту компанию посадить, читать вообще. Тут прям... Прям ой, прям ой, все. Ой, все, прям ой. Так, давайте к заданию зайдем. Вдруг тут... Вообще халява какая-то. Вокруг расстилается туман, и вскоре вы понимаете, что остались одна. Вы кричите, но никто не отвечает. Наконец, в плотной завесе туманы вы различаете темное пятно. Подойдя ближе, вы обнаруживаете странную хижину с большим очагом, в дверях которой стоит высокий человек. Может быть, это рыцарь? Ой. На нем великолепные доспехи. Каждая деталь была доведена мастером до совершенства. И в целом доспехи выглядят так, как будто их выковали из цельного куска металла, а потом отполировали до зеркального блеска. Ристар, поздравляю. Впервые вы радуетесь тому, что вокруг густой туман, отразившись... А, густой туман. Отразившись от этой брони, солнечный свет мог ослепить вас. Приветствую тебя, рыцарь! Произносите вы. Не рыцарь, а оружейный мастер. Хотя голова его скрыта, заизысканно украшенным шлемом, вы слышите голос так отчетливо, как будто говорящий находится рядом с вами. Я посвятил свою жизнь созданию этих доспехов порядка, говорит оружейный мастер. Они предназначены для того, кто докажет, что является настоящим полководцем. Возвращайся, когда покоришь город Асилум, к югу отсюда. Туман рассеивается, и вы вновь оказываетесь среди людей. Уж не привиделось ли вам это? Хм... Да точно нет. Вы предпринимаете несколько попыток приблизиться к башне, но каждый раз вынуждены отступить под градом камней, которыми осыпают вас с парапета стражники Медузы. Вы покрываетесь мурашками, когда понимаете, что эти камни на самом деле окаменелые тела тех, кто пытался захватить башню до вас. Необходимо что-то предпринять. Неожиданно вам приходит в голову идея, станут ли Медузы атаковать себе подобных. Если вы приведете несколько Медуз к воротам, то, может быть, крепость удастся захватить. Медузы... А-а-а-а... Чем больше у тебя банк, тем... О! От Салмира прибыл посыльный с предложением провести переговоры перед началом битвы. Хотя Тарх отнесся к этому с подозрением, я приняла предложение. К тому времени я уже знала, что Салмир не посмеет обмануть меня. Как он сам любил говорить, это был не его стиль. Вместе с Тархом и одним из своих лучших магов я отправилась на вершину расположенного неподалеку холма. Салмир ожидал нас в одиночестве. Впервые я увидела Салмира во его истинном обличии. Он был выше обычного человека и показался мне очень красивым в своем изысканном белом наряде. Его кожа была не менее яркой, чем перья Салмира-попугая, а волосы черными, как деготь. Слушайте, а Салмир... Была же компания у нас за какого-то мага в пятых героях? Там был Салмир или там он упоминался как-то? Он там вообще был? Кто помнит? Свиданка, да? Ну мы на свиданку взяли еще гнома и мага, вообще не к месту. Такой промах. Он там упоминался. Ага. Я счастлив, что вы приняли мое приглашение, королева Эмилия, произнес он, слегка поклонившись. Рады наконец увидеть тебя в истинном обличии, произнесла я с чувством. Обличие, которое мы видим глазами, лишь миражи, наше истинное обличие в наших поступках и в искренности наших слов. Вам известно об этом? Известно, ответила я. Поэтому я понял, что нам суждено встретиться в сражении, как только увидел вас. Ничто не заставляет вас бросить великий Арканум на произвол судьбы. Поверьте мне, это вселяет великую грусть в мое сердце, сказал Салмир. Отчего же? Потому что я чувствую к вам расположение, королева Эмилия Найтхевен. Вам не хватает... Я читаю Найтхевен, вспоминаю альтернативную фамилию моей благоверной. Кэтсвиль. Кэтсвиль. Нефанда Кэтсвиль. Найтхевен. Эмилия Найтхевен. Вам не хватает веры в себя, несмотря на то, что ваше сердце отчаянно жаждет справедливости. Робкая королева. Кто бы поверил, что такое возможно? Думаю, я тоже испытываю расположение к Салмиру. Как это не удивительно, я доверяю ему больше, чем большинству моих солдат. Это лишь слова, Салмир, вмешался Тарк. Ты говоришь о великой грусти, в то время как твоя армия продолжает наступать на нас. Это правда, ответил Салмир, и в голос его послышалось едва заметное сожаление. Это его долг, Тарх, так же, как и наш долг защищать великий Арканум. Заступилась я за своего противника. Затем я обратилась к Салмиру. Можем ли мы оба исполнить свой долг, избежав кровопролития? Боюсь, это невозможно. Мой хозяин приказал мне захватить вас в плен, королева Эмилия, и я не смогу нарушить его приказы, признался Салмир. Тогда какой смысл в этих переговорах? Сердито спросил Тарх. Думаю, гном не разделял моего уважения к Салмиру, но мне пришло в голову, что он мог бы изменить свое мнение, узнав, что именно Салмир убедил меня вернуться на трон великого Арканума. А, я же уже успел забыть, что на полчаса назад, ну, несколько дней по меркам игры, кинула корону, сказала, и все, и реально пошла, спрыгнула на коня и поскакала, поскакала. Ой, там интересно, текст хороший дальше идет. Смысл, ответил Салмир, в том, чтобы установить некоторые правила и дать вам еще один шанс сдаться королевой Миле. Ты всегда можешь сдаться мне, предложила я. Салмир едва слышно рассмеялся и произнес, к сожалению, у меня нет выбора, мы встретимся в бою при ближайшей возможности. Призываю вас беречь жизни солдат. Никаких ненужных потерь. И любая просьба о пощаде должна быть удовлетворена. Вы согласны? Конечно, ответил я, прежде чем Тарх успел открыть рот. Иногда королева должна принимать решение самостоятельно. Просто растаяла сразу наша деваха, сразу просто. Высокий, изящный, волосы как смоль. О, элегантный. О, да, да, да. Сейер говорит, первая встреча, она уже готова потереть его лампу. Желаю вам удачи. Вам и вашей армии, королева Эмилия Найтхевен. Прознес Салмир с глубоким поклоном. Взаимно. Сальмир ибн Вали Барат. Такая про... Все. Эмилия такая неопытная. Ресурс. Наверх не пройти. Нам нужно через мост тогда форсировать. О, тут замок. Джильягорн. Нападает мумии. Я сделал вообще замедление. Она подействовала только на одного. Блин. Ладно. Может мы попробуем подспамить замедление джинами. Ну, хоть что-то, хоть как-то. Хотя, блин, я вижу, что не понадобится. 7 титанов плюс иллюзии справляются вообще без проблем. Особенно, если без штрафа стреляют. По десятке сносят. Ты получил власть, которая не снилась? Да, да. Контролимся. Посмотрим, что отстроено здесь. Вижу несчастных халфлингов. Что мне нужно от этого замка? Вообще, в любом замке, в любом замке палатка ключника синяя. Кстати, она же была у нас где-то. Здоровые ворота. Вот они. Может мне по-быстрому здесь мэджи гилд отстроить? Главное, конечно, 20% защиты. Шармим, чармим, точнее. Орков. Быстрый бой. Изи. Тактический навык впереди. Что по квестам? Старый волшебник живет в этом домике со своими 20-ю женами. Ооо! И 50-ю семью ребятишками. Ооо! Как может столько народу уместиться в таком маленьком помещении? Это было для нас загадкой. Пока волшебник не пригласил вас на чай. А он просто мак и волшебник. И вы не обнаружили, что внутри дом гораздо просторнее, чем выглядит снаружи. Как тебе это удалось? Она про жен спрашивается или про... Спрашиваете вы в изумлении. Прости, но попав не в те руки, это умение может оказаться довольно опасным. И если хочешь, я отдам тебе жезл скорости. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Неплохо, неплохо. Прописали небольшой квестик, да? То есть, такой быстрый волшебник в обмен на небольшую услугу. Надо быть поосторожней с ним, да-да-да, мы можем даже не заметить, как произойдет непоправимое. Жезл скорости? Что ж, может быть, какая услуга? Мне нужен небольшой отряд для защиты моего дома. Я подсчитал, что сорок гномов будет достаточно. Эта земля теперь находится под защитой великого Арканума, говорите вы. Тебе нечего бояться. Ха! Великий Арканум! Я видел, как рождались и умирали народы. Никогда не думал, что такое случится, но мне довелось быть свидетелем крушения целого мира. Хватит с меня! Спасибо за поддержку, но я лучше позабочусь о себе сам, настаивает старый волшебник. Ну и он прав, а чё это торгуется, да? Так, тут у нас бежит Джина вбивает. Это, кстати, Салмир, похоже. Ну и это правильно, это логично, потому что в этом блоке бы смысла особо не было, ну так в далекой перспективе, по крайней мере, хотя бы какой-то. Доставив сорок гномов к дому волшебника, вы стучите в дверь. Никакого ответа. Вы стучите вновь и вновь и почти уже вышибаете дверь, когда, наконец, вам открывает маленькая девочка. Привет! Привет! Говорит она. Привет! Ой, то есть, привет! А твой отец дома? Спрашиваете вы. Она долго смотрит на вас, потом переводит взгляд на гномов, стоящих шеренгой за вашей спиной. Папа, коротышки здесь! Кричит она, а затем обращается к вам. Вы знаете, папа хотел гномиков, потому что они такие маленькие. Он хочет разместить по четыре гнома в спальне, а у нас их осталось всего десять. Десять! Восклицаете вы. А вы знали, что внутри этот дом больше, чем снаружи, но не настолько же, сколько всего комнат в этой лачуге? Ммм, сто одна! Прежде чем вы успеваете что-нибудь ответьте, появляется старый волшебник и настаивает на осмотре гномов. На вид довольно сильные. Что ж, это будет честный обмен. Вы готовы совершить сделку? Да! И что мне дали? Жезл скорости. Так, смотрим. Жезл огненных шаров, кольцовые воды тоже не очень важные. А что по заданию? На двери висит вывеска, на которой изображены сосуды с красной бурлящей жидкостью. Сейчас. На двери висит вывеска, на которой изображены сосуды с красной бурлящей жидкостью и кривой меч. Заинтригованно вы входите в слабо освещенную пропахшую плесенью лавку, в углу которой сидит старуха в кресле-качалке. Все полки забиты прищетливыми вещами, разложенными, как кажется, без всякого порядка и последовательности. «Осмотрись и скажи мне, если ж вас что-нибудь заинтересует», говорит женщина. «Вы находите несколько интересных вещиц, но среди них нет ничего, что могло бы вам пригодиться. Вдруг вам на глаза попадается десять вырезанных идей из дерева фигурок медуз!» Когда вы берете в руку одну из фигурок, чтобы внимательнее рассмотреть искусственную работу, мастер-хозяйка магазина произносит, «У вас хороший глаз! Это один из моих лучших товаров! Кладете ее на землю, говорите магическое слово и получаете настоящую медузу! Разумеется, полностью преданную вам!» «Неужели?» Удивляетесь вы. «Да! Если не сработает, получите свои деньги назад! Даю слово!» «Сколько они стоят?» спрашиваете вы. «Пятьсот золотых монет за штуку или четыре тысячи за десяток». «Я подумаю!» «Надо брать, ты че ты?» «Ага!» «Стоп!» «Вновь зайдя в лавку, вы обнаружите вы худощавого человека с крысиными глазками, внимательно изучающего фигурки медуз, которые вы приглядели в прошлый раз. Он по очереди берет каждую из них в руки и с любопытством рассматривает». «Замечательно!» «Вы опоздали!» «Похоже, этот тип собирается их купить!» Человек поворачивается к хозяйке и говорит «Можете придержать это для меня?» «Сожалею, но мы не придерживаем товар!» отвечает Таня, поднимая глаз от своего вязания. Покупатель издает раздраженный звук. «Но почему? Вам стоит ввести такую практику, если хотите качественно обслуживать своих клиентов!» говорит он. «Вы делаете безразличный вид, изучая бумажную трубку, которая оказывается маленькой головоломкой. Хозяйка откладывает вязание и поднимает глаза на недовольного покупателя. «Уважаемый, если вы пойдете на рыбалку...» Кстати, о рыбалке. «И обнаружите, что оставили дома наживку!» «Рыба ведь не будет дожидаться вашего возвращения, не так ли?» «Вот и эти милые фигурки, они не будут ждать, пока вы сходите за своим золотом!» «Всего доброго!» Пудощавый человек выбегает из лавки, весь красный от возмущения, а вы расплываетесь в довольной улыбке. Как только дверь за ним закрывается, вы достаете четыре тысячи золотых монет. «А мне, пожалуйста, фигурский медуз!» «Знаю!» Отвечает хозяйка с хмылкой. «А не вашей!» «А minors!» «Фигурки медуз!» «Они позволят нам пройти через заставу!» «Заставу вот здесь!» «Скачет он к нашему не очень нужному замку, конечно!» «И мне, фактически, нужно только Слолмира убить, насколько я понимаю!» «То есть нет потребности в захвате замков непосредственно всех!» Затаившись в зарослях, вы наблюдаете за медузами, которые приближаются к башне Они обмениваются несколькими словами с неприятелем И дверь открывается Ваши медузы немедленно бросаются в атаку Уже через несколько минут башня захвачена И вы можете пройти, когда вам будет удобно Еееееее Медузы сослужили нам отличную службу Давай-ка опять разделимся Мне нужно больше информации о местности То есть, куда идти и зачем Вижу, замок отстроенный, неплохой Так, и тут герой, чародей оранжевый Четвертого уровня, правда Заклинание хаоса Ой, он нападает Ты че? Ты че, пес? Титанов куда-нибудь сюда О, кундер Нет А, я одного титана потерял, что ли? Показалось? Была единичка, кажется Не, не потерял Величественный черный дракон Обладает полным университетом к магии В дыхании Я не видел вообще созданий Ой, сейчас споют они Восемь косарей Четыре серых Всегда есть какой-то дорогой Но у меня там 400 хп А это просто царь 55, 110 И статы там 64, 64 Эх ты Захватывает замок Не буду сражаться за него, естественно, никак Да и не было возможности мне там сражаться за него Я хочу узнать, что в заставе мне требует Проверяем телепорт Неплохо я проверил Ааааааааа Здесь еще один О, давай Ласт, да, Сахолик Как раз я уже начинаю агриться на людей Поехали Как раз на ластецкое время не хватит Все, друзья, на сегодня герои завершены Но нет, бодренько проходим Миссия за миссией Хорошо Учим заклинания, обузим имбу Иииии Вот Пока-пока-пока Продолжение следует...